Всем добрый день! Меня зовут Велта. Сегодня в моём видео будет примерка вязаного платья. Потом покажу свои запасы пряжи. Покажу всю пряжу, которую у меня есть дома. И в самом конце ставлю такой маленький отрывок от моего аудио-видео. Я уже в прошлом видео рассказывала, что я хочу один раз в месяц на моём канале, чтобы было такое аудио-видео, где я читаю латышского писателя Рудольфа Блауманиса. И я уже записываю такое видео. И сегодня такой маленький отрывок отставлю вам тоже, чтобы вы послушали. Итак, приятного вам просмотра. Так, ну и так смотрится моё вязаное платье на данный момент. Ну, здесь такой край смотрится такими волнами. Ну, здесь это спица, а не само вязание. Виновата. Итак, платье я вяжу из пряжи Yarn Art Jeans. Пряжь, которая кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне очень нравится эта пряжа. Состав пряжи из 45% акрил, 50% хлопок. Я вяжу из трёх разных цветов. Бежевый, белый и голубой. Платье я вяжу на спицах номер 3,5. Платье на 3,5 я вязала вот до этого места. А когда начала вязать по кругу, я уже поменяла спицы на номер 4. И так платье вяжется сверху внизу. Я отдельно начала вязать перед, отдельно начала вязать спинку. И когда вот до этого места провязала, тогда соединяла и начала вязать по кругу. Когда я начала вязать по кругу, я перешла на спицы номер 4. Я сначала какой-то, ну, сантиметров 10 провязала на спицах номер 3,5. Но я поняла, что у меня меняется плотность. Распорола всё и вяжу теперь на спицах номер 4. Видно уже, что я обработала здесь горловину. Ну, я это сделала, потому что, если платье примерять, часто одевать, ты никак не можешь понять, как вот всё это место смотрится. Потому что пока это место не обвязано. Ну, она такая, знаете, ну, неаккуратные виды. А теперь уже всё ясно, какая здесь ширина. И когда обработала вот эту линию горловины, и сразу вот это платье тоже как-то приняло такую-другую форму. Ну, ну и теперь только, только вязать внизу. Я почему-то была уверена, что вот, когда я начну вязать по кругу, что придётся вот здесь делать прибавки, что у меня платье будет узкое. Но нет, пока смотрится... Так, извиняюсь, пряжу уберём. Пока смотрится нормально. Ничего, никакие прибавки не надо делать. Но я думаю, что, когда я вдавляжу вот до этого места, где начинается проблемная зона, тогда придётся, наверное, делать прибавки. Ещё не знаю, буду одевать, смотрите, прибавлять петли по боковой линии или здесь попереди. Но это уже, уже буду смотреть... Буду вязать и смотреть, одевать и смотреть, как это всё смотрится. Ну, а рукава, рукава буду поднимать петли по кругу и просто вязать рукава по кругу. Тоже будет этими полосками. Длина рукавов будет 3 четверти, так что ничего сложного. Ну, да, это моё второе платье в жизни, которое я вяжу. Первым платьем я была очень довольна. Ну, посмотрим, что получится с этим платьем. Но я думаю, что всё должно быть в порядке. Единственное, и у меня немножко расстроило... Ну, как расстроило? То, что здесь я не могу вязать грудные виточки. Я всегда, когда вяжу себе плечевые изделия, я вязываю здесь грудные виточки поворотными рядами. Но здесь вот так вязать нельзя, потому что тогда меняется ширина этих полосок. Я пробовала вязать эти виточки, но мне очень не понравилось. Я пару рядом провязала, и всё распустила, и вяжу без виточек. Ну, я очень надеюсь, что это джемпер... Извиняюсь, что это платье, когда будет готово, вот спереди не будет вот такой... не будет вот так подниматься вверх. Но если так будет, внизу край так будет смотреться, тогда внизу придётся пару раз делать от этих поворотов, чтобы добиться, чтобы нижний край был вот прямо... такой прямой. Ну, это посмотрим как. Ну, в принципе, в принципе, в ней больше рассказывать нечего. Вяжется легко, мне кажется, и быстро. Но мне надо вязать быстро, мне надо закончить это платье до аугуста, начала аугуста, потому что я хочу одеть на одно мероприятие. И я очень-очень... Не очень это хочется. Ну, про это... Про платье, в принципе, мне и рассказывать больше нечего. Здесь только просто надо вязать. Ну, а мне кажется, что вот это сочетание цветов очень красиво смотрится. Ну, это платье я вяжу на такой конец лета, начало осени. Но, в принципе, если мне понравится и эти горизонтальные полоски будут в целом так красиво смотреться, я думаю, что надо вязать еще одно платье более таких... потемнее цветов на такой осенний, зимний сезон. Мне почему-то захотелось темно-серое платье с такими бордовыми полосками. Темно-такое, темно-бордовые полоски. Может, тоже неплохо бы смотрелось. Но это так, это мои фантазии. Надо сначала это платье закончить. Ну, про платье, в принципе, это и все. Так, ну, сначала я покажу, сколько у меня пряжей для платья, да. Смотрите, это все, что у меня есть для платья. Я специально не покупала больше. Мне хочется, чтобы ничего здесь не осталось. Чтобы не остались такие клубочки, там по 50-40 грамм. Как-то хочется вывязывать все. Ну, смотрите, здесь у меня бежевая пряжа получается 200-200, где-то 300 грамм. Немножко больше бежевой пряжи. где-то 100 грамм. Нет, 90 грамм этой молочной. И голубая у меня довольно много, потому что здесь еще остатки от вязания джемпера, которого я вязала для внучки. Ну, я думаю, что должно хватать пряжи, и ничего много не останется тоже. Так, ну, это если можно называть запасы пряжи для вязания платья. Ну, а теперь посмотрим, что у меня еще есть в запасах. Ну, и так, показывая всю свою пряжу, сколько у меня есть. Если это вообще можно называть какими-то запасами. Ну, скажу так, если сравнить с другими вязальщицами, то мне кажется, что у меня очень мало пряжи. Ну, что-то, что-то есть. Ну, так, это, в принципе, все. Я здесь разложила по таким окучкам. И теперь расскажу, что за пряжи. Итак, начнем отсюда. Итак, здесь вся пряжа ярнарты джинсы. В принципе, такие вот клубочки. Здесь по 40 грамм. Это остатки. Я уже что-то вязала. Джемпера, когда вязала. Ну, это здесь 50 грамм. Даже не... А, я свой джемпер, когда в прошлом году вязала, это джемпер елочку. Тогда там тоже был розовый. Слишком много купила. Ну, и смотрите, здесь, в принципе, получается... Ну, джемпер может не получится, но... Если... От платья немножко еще останется. А если еще что-то купите, можно какой-то джемпер в стиле колорблок связать. А здесь такая, как секционная пряжа. Ну, это все у меня ярнарты джинсы. Так, смотрим дальше. Здесь у меня пряжа от фирмы Мидора Гора 2. Я из этой пряжи вяжу шапки для продажи. Очень нравится эта пряжа. Здесь уже такой остаток. Здесь тоже остаток. Давайте посмотрим, какой состав этой пряжи было. 50% махер, 30% акрил и 20% мериносо. Здесь написано молодая шерсть, но это мериносо. Здесь черный цвет и здесь такой цвет хаки. Камера не передает. Камера смотрится, как темно-серий, но это цвет хаки. Такой болотно-зеленый, скажем так. Ну, вот этот цвет мне очень нравился. Шапки очень красиво смотрелись. И купили тогда в прошлом году шапки. Я из такой пряжи вязала двойную шапку Бини, но я здесь что-то добавила. Мне кажется, мериносо еще, потому что здесь очень тоненькая ниточка. Или я два сложения вязала, я уже не помню. Надо смотреть мои записи и смотреть, как я вязала шапки. Итак, 200 грамм всем известная пряжа Alize Superlana Classic. Очень нравится эта пряжа. Я из этой пряжи и шапки вязала, и себе кофту вязала. Есть планок из этой пряжи на осень связать себе кофту. Очень красивую я связала. Я носила интенсивно, как говорится. Но это было давно, кажется, года 4 назад. Я эту кофту носила, но потом отдала на благотворительность. Мне просто надоело уже одно и то же носить. Так, здесь такие, такая пряжа по 50 грамм точков. Нет, здесь 100 грамм. Alize Bella Drops U. И это тоже розовый Drops U. Эту пряжу, из этой пряжи, кажется, вязала сыну джемпера. Но тогда я добавила здесь еще мериноса. Получился очень-очень красивый джемпера. Многим тоже эта пряжа не нравится, но я эту пряжу люблю, если вместе с чем-то вязать. Я с мериносом вязала. Получилось очень красиво. Это тоже Drops U. Я вязала свой кардиган летний. И здесь, вот из этой пряжи я не вязала. Даже не помню, почему я покупала. Мне кажется, я что-то детское хотела вязать. Ну, так и лежит. Так, эта пряжа у нас вся Drops Belly. Да, из этой пряжи я вязала себе джемпер. Вяжу еще один джемпер. Вязала детский джемпер. Очень нравится эта пряжа. И из этой пряжи тоже буду еще вязать. Есть в планах связать джемпер из этой пряжи, но только добавить тоненький мериноса. тогда более такой осенне-зимний вариант получится. Так, и здесь у меня такие клубочки. Это вся пряжа Ангора Реал 40. Вот это все Ангора Реал 40. Из этой пряжи я вяжу шапки для продажи. Но я из тех вязальщиков я не могу одновременно вязать например плечевое изделие и шапки или носки. Если я вяжу джемпер, то я вяжу джемпер. И так получилось, что я уже второй или третий месяц не связала ни одну шапку для продажного сезона. Но надо как-то быстрее вязать, заканчивать вязать платье и хоть пару шапок связать. Потому что пряжу купила, а вязать некогда. а здесь уже такие остатки от прошлого года, которые остались. в принципе здесь тоже можно вязать шапки полоску. И здесь тоже одна шапка, может и две шапки из этих клубочков можно связать. так это пряжа букле не помню название тоже когда-то вязала шапку остался такой остаток здесь еще клубочек. Так это у меня пряжа махер название не знаю но здесь махер и шелка это единственное что я помню. Так и здесь у меня пряжа хапсалу это стопроцентный мериноса очень нравится эта пряжа вот именно вот эту пряжу я хочу соединять с этой пряжей дропс белле и тогда получится очень хороший джемпер может получиться на зимний сезон в составе тогда будет меринос хлопок лен и вискоза очень хорошее сочетание и вязать тогда можно на спицах номер 4 а также я из этой пряжи хапсалу я вяжу шапки добавляю тоже тоненькая ниточка можно добавить я мне кажется увязала вместе с пряжей это ализе супер лана классика очень нравится эта пряжа так здесь у меня какая-то бобиночка здесь это меринос кажется тоже что-то вязала уже не помню а может и не вязала ну откровенно говоря я вообще не люблю бобинную пряжу ну не люблю еще ну не то что не люблю но я просто не вяжу так а теперь покажу пряжу из которой я вяжу носки и так вот моя носочная пряжа из которой я вяжу носки вернее я начала вязать и остановилась потому что вяжу эти джемперы на лето и не могу одновременно вязать и джемперы и носки и шапки и так это пряжа стопроцентная шерсть производитель клипан сауле это наш местный латвийский производитель это все клипан сауле а эта пряжа у нас уже насочная пряжа от фирмы ализе другой насочной пряжи у меня и нету а нет это а нет ализе я думала что я покупала это ярнар тоже была насочная пряжа ну вот это вся у меня насочная пряжа надо только сидеть и вязать но не получается здесь даже начала вязать это мужские носки на размер 45 кажется вот столько провязала и остановилась ну да столько у меня пряжи есть я бы не сказала что это много но что то есть у меня нету пряжи там по полкилограмма целыми упаковками я никогда так не покупаю это не для меня у меня нету таких спонтанных покупок что я иду там зашел магазин полкилограмма купила и что-то когда-то буду вязать нет у меня всегда сначала я придумываю что я буду вязать и только тогда я покупаю пряжу на наоборот у меня никогда так нету ну да я могу там спонтанно зайти в магазин и купить там 50 грамм вот такой хлопок и и просто купить но у меня нету таких больших спонтанных покупок ну как-то как-то так столько у меня пряжи ну в принципе здесь можно не можно а надо связать шапки здесь по 100 грамм этой пряжи и на одну шапку кажется было где-то 75-80 грамм и тогда остается вот такие клубочки ну считайте сколько здесь 1 2 3 4 5 как минимум 5 6 7 шапок можно связать но у меня было еще больше пряжи вот именно вот такие клубочки остатки я часть отдала уже на благотворительность ну там было где-то грамм 300 400 я поняла что нету смысла держать дома пусть люди где-то в пансионатах тоже вяжут нечего держать дома столько пряжи цветы На сладковатко горький запах черёмухи был так крепок, что Андрису стало почти неприятно. Он вытащил нож, отрезал небольшую, но кудрявую ветку и откатился подальше от куста. Потом снял шляпу и весело напевая принялся украшать её черёмухой. Рай-дай-дай-да! И обвитая цветами шляпа полетела в воздух. Упала на яркую зелень луга, а парень смеялся. Глупая шляпа! Лежишь ты посредине луга и не знаешь, поёт ли сейчас заворонки или завевают осенние ветры. Что за погода? Что за весна? Сердце от радости готово выскочить из груди. И Андрис растянулся, закрыл глаза, улыбнулся и лежал так долго-долго. В ответ ему улыбалось солнышко, целовало румяные щёки и осушало влажный белый лоб парня. Но вот он приподнялся, облокотился на руку и стал смотреть на гору, из-за которой виднела сверхушка труби. Тоненькая струйка дыма рассказывала о том, что там готовят завтрак. А кто его принесёт? Она? Тучки небесные! Сделайте так, чтобы пришла она, а не Аннула или старая Лиза. Не спуская глаз, смотрел парень на гору. Ну вот, наконец, появилась светло-розовая косиночка, тёмно-розовая кофточка, белый передник и серая юбка. Лицо Андриса расплылось в улыбке. Он гладел, не отрываясь на девушку, как она спускалась с горки, потом шла лугом и, наконец, положила белый узелок тени черёмухи. — Иди поешь, — пригласила она, пряча лицо в черёмухах. — Ах, какой запах! Ешь, пока не остыла. Каша с мясом и картошка. — Подай сюда, — сказала Андрис ласково заиграющим голосом. — Ну и лентяй, встать ему лень. Разве на солнце пеке лучше, чем здесь? — Ну уж очень сильный запах, — ответил парень. Девушка поддвинула завтрак, и Андрис хотел схватить её за руку, но она ловко вывернулась и отскочила. — Вот Плутер! Парень радостно рассмеялся, развязал узелок и принялся за еду. — А ты не будешь? Я дома позавтракала. — Ах, Таха, ну съешь кусочек, поедим вместе. Как-никак прошлась. — Нет, не хочу. — Смотри, какой кусочек так к тебе и просится, могла бы жалиться. — Ешь сам, ешь. — Ну тогда принеси мою шляпу. — А где она? Ты что, за птицами гонялся и разукрашена? — Ты же говорил, что черёмка слишком сильно пахнет.